ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Мерседес-Бенц отзывает в нашей стране почти полторы сотни кроссоверов ГЛЦ. Машины были проданы в 2018 и 2019 годах. Вин-коды можно найти на сайте Росстандарта. Причиной является не серьезнейшая поломка, риск возгорания или отказ тормозов, а проблемы с плюсовым контактом на стартере. Резьбовое соединение там, видите ли, может не соответствовать спецификации. ТРАССА СТО ОДИН Дорожные камеры, штрафующие водителей за разговор по телефону и непристегнутый ремень, работают уже не только в Москве, но и в Московской области. По информации издания «За рулем», пока они функционируют в тестовом режиме. Специалисты говорят, что новшества можно запустить в любом субъекте, где комплексы фиксации нарушений ПДД не слишком старые. Многое будет зависеть от активности региональных властей. ТРАССА СТО ОДИН Наиболее востребованным новым внедорожником в России за последнее десятилетие оказался Рено Дастер. По данным агентства Автостад, им за указанный срок обзавелись почти полмиллиона наших соотечественников. Второе место досталось «Ладе 4х4», третье «Шевроле Нива». Также в первую пятерку вошли «Тойота РАВ-4» и «Хёнде Крета». ТРАССА СТО ОДИН Женщины-водители с именем Валерия чаще всего становятся участниками дорожно-транспортных происшествий, а вот наиболее беспроблемным поведением на дороге отличаются «Валентины». Список женских имен в зависимости от частоты попадания в автоаварии составила одна из известных российских страховых компаний. Что касается самого популярного имени среди водительниц, то это Елена. Далее идут Ольга, Татьяна, Оксана, Юлия, Галина и Наталья. ТРАССА СТО ОДИН «Лада Ларгус» пользуется успехом у автолюбителей по всей стране, в том числе в Кирове. Нетрудно заметить, что этих машин на улицах города становится больше. Теперь модель доступна в измененном дизайне с новыми опциями и другим более удобным салоном. Изменения есть и в технической части. Восьмиклапанный бензиновый двигатель форсировали до 90 лошадиных сил и исключили необходимость регулировки клапанов при пробеге в 90 тысяч километров. Также доступен 16-клапанный мотор с отдачей 106 лошадей. Обновленный «Ладо Ларгус» уже доступен для заказа по цене от 685 тысяч 900 рублей. Оценить достоинства авто вы можете прямо сейчас в салоне «Лада» на Пугачево 32, телефон 71500. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.